Анастасия Богомолова Интересно, промышленная кооперация губернатора предложила обсудить возможности Каспийского моря в продвижении белорусских товаров. Делегация из этого российского региона уже посетила ряд белорусских предприятий и более детально ознакомилась с линейкой наших автобусов и коммунальной техники. Совместные компании это как инструмент сотрудничества. Товарное сотрудничество, торговля, это безусловно тоже очень важно, нужно, но поскольку мы работаем уже в условиях открытых экономик, как говорится, я произвел, вы купили, или наоборот, все-таки надо делать общий бизнес. Для этого должны быть совместные компании, для этого должна быть солидная промкооперация, для этого нужны безусловно инвестиционные проекты. Товарооборот между Белоруссией и Астраханской областью за прошлый год составил почти 30 миллионов долларов, рост более 40%. Сегодня в Астрахани работают 8 торговых домов, 3000 предпринимательских структур в своем ассортименте имеют товары белорусских производителей. На развитие промышленной кооперации Беларусь рассчитывает и с Вьетнамом. Как заявил сегодня председатель и платы представителя Владимир Андрейченко на встрече с послом Азиатской республики в нашей стране Лиане, в этом направлении уже реализовывается ряд проектов. В частности, сборка грузовых и пассажирских автомобилей, а к концу года заработает совместное предприятие по переработке сухого молока и сыворотки. Беларусь и Китай ведут переговоры о создании совместного космического спутника. Об этом сегодня сообщили в Академии наук. Сейчас в Беларуси разрабатывают новый аппарат дистанционного зондирования Земли совместно с россиянами. Эскизный проект будет готов уже к декабрю. Одно из направлений космической деятельности Беларуси и создание наноспутника для учебного процесса. Его планируют запустить в конце этого, в начале 2019 года. К Земле приближается огромный астероид. По данным НАСА, диаметр небесного тела превышает высоту пирамиды Хеопса. Максимально близко к нашей планете он подлетит завтра. Специалисты классифицировали астероид как потенциально опасный, поскольку он будет находиться от Земли на расстоянии менее 5 миллионов километров. Такими были основные события к этой минуте. Информационный день продолжит мои коллеги в 15 часов. Хорошего дня!